Продолжение следует... Я предлагаю вам выполнить следующее задание. Для каждой фразы левого столбца подберите соответствующую фразу правого столбца. Например, 100% учащихся школы – это все учащиеся школы. Молодцы, ребята! Я уверена, что вы отлично справились с данным заданием. 25% учащихся школы – это четверть всех учащихся школы. 10% учащихся – это десятая часть всех учащихся школы. И 50% учащихся школы – это половина всех учащихся школы. Давайте с вами вспомним правило. Чтобы выразить проценту дробью или натуральным числом, надо число процентов разделить на 100. И чтобы выразить дробь или натуральное число в процентах, надо его умножить на 100 и к полученному результату приписать знак процента. Чтобы найти проценты от данного числа, мы используем следующий алгоритм. Первое – это нужно выразить проценты обыкновенной или десятичной дробью. И второе – умножить данное число на эту дробь. Давайте рассмотрим такую задачу. 17,20 яблока составляет вода. Сколько процентов составляет вода в яблоке и сколько процентов составляет сухое вещество? Выразим дробь 17,20 в процентах. Для этого мы обыкновенную дробь умножаем на 100, приписываем знак процента. Выполнив сокращение, мы получаем 85 процентов. То есть в яблоке содержится 85 процентов воды. Далее мы найдем, сколько содержится сухого вещества в яблоке. Для этого от 100 процентов, то есть это масса всего яблока, мы вычтем 85 процентов – это масса воды, которая содержится в яблоке. В результате мы получаем 15 процентов. То есть сухое вещество в яблоке составляет 15 процентов. Следующую задачу, ребята, попробуйте выполнить самостоятельно. Она аналогична предыдущей задаче. 9,10 капусты составляет вода. Сколько процентов составляет вода в капусте и сколько процентов составляет сухое вещество? Давайте, ребята, проверим ваши ответы. Итак, для начала мы выражаем дробь 0,9 в процентах. Для этого мы обыкновенную дробь умножили на 100. Выполнив сокращение, мы получили 90 процентов. То есть вода в капусте составляет 90 процентов. Далее мы от 100 процентов вычитаем 90 процентов, получаем 10 процентов. И записываем ответ. Сухое вещество в капусте составляет 10 процентов. Рассмотрим задачу. Ширина прямоугольника 6 сантиметров, а длина на 75 процентов больше ширины. Найдите площадь прямоугольника. Итак, ребята, составим схему. Ширина прямоугольника по условию равна 6 сантиметров. Чему равна длина прямоугольника, нам нужно с вами найти. При этом по условию задачи сказано, что длина прямоугольника на 75 процентов больше его ширины. Таким образом, мы величину, равную 6 сантиметров, то есть ширину, принимаем за 100 процентов. Раз длина больше на 75, то мы составляем такое выражение. 100 плюс 75 будет равно 175. Теперь используем с вами формулу для нахождения длины. Итак, у нас величина А равна 6, П у нас равно 175, и В нам нужно найти. Проценты мы выражаем десятичной дробью. Для этого мы 175 разделили на 100, получили 1,75, и 6 умножаем на 1,75, получаем 10,5. То есть длина прямоугольника равна 10,5 сантиметра. Далее мы находим площадь. Нам известно, чтобы найти площадь прямоугольника, мы должны длину умножить на ширину. В результате мы получаем, что площадь данного прямоугольника равна 63 квадратным сантиметрам. Записываем ответ данной задачи. Площадь прямоугольника 63 квадратных сантиметра. Рассмотрим еще одну задачу. Банк начисляет на вклад ежегодно 9% от внесенной суммы. Клиент сделал вклад в размере 2,750,000 тенге. Какая сумма будет на его счету через год? Итак, размер вклада равен 2,750,000, что составляет 100%. По условию задачи ежегодно на данный вклад начисляется процент, который равен 9%. Тогда через год сумма в банке будет составлять 109%. Давайте с вами вычислим, сколько это будет в тенге. Итак, мы используем основную формулу процентов, подставляем значение вместо А 2,750,000, P у нас равно 109, мы 109 разделим на 100, и получим такое выражение. B равно 2,750,000 умноженное на 1,09. В результате мы получаем 2,997,500 тенге. Именно такая сумма будет на вкладе через год. Туристы за 3 дня прошли 90 километров. В первый день они прошли 35% всего в пути. Во второй день 38%, а в третий день остальной путь. Сколько километров прошли туристы в третий день? Для решения данной задачи, ребята, давайте составим схему. Весь путь мы изобразим в качестве отрезка. При этом по условию задачи весь путь равен 90 километров, что соответствует 100%. Также по условию задачи в первый день туристы прошли 35% пути. Во второй день 38% пути. А в третий день они прошли сколько процентов? Мы не знаем. Поэтому нам нужно с вами это выяснить. Итак, 100% мы... От 100% мы вычтем сумму чисел 35 и 37. В результате получаем, что в третий день туристы прошли 28% всего пути. Составим выражение для того, чтобы выяснить, сколько километров прошли туристы в третий день, так как именно в этом заключается вопрос задачи. Итак, 28 мы делим на 100, получаем десятичную дробь. 90 умножаем на 0,28, получаем 25,2 километра. И записываем ответ. В третий день туристы прошли 25,2 километра. На оптовом рынке цена одного килограмма арбуза равна 84 тенге. В магазине делают наценку в 5%. Определите разницу между оптовой и розничной ценой. Составим схему по условию задачи. Цена за один килограмм арбуза равна 84 тенге, что соответствует 100%. При этом магазин делает наценку, равную 5%. Нам с вами нужно найти, чему будет равно 5%. Итак, мы используем с вами основную формулу процентов. 5% мы делим на 100, получаем десятичную дробь 0,05. Подставляем известные значения в формулу. То есть, ребята, разница между оптовой и розничной ценой составляет 4,2 тенге. Именно такую наценку делает магазин на 1 килограмм стоимости арбуза. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы учились с вами находить процент данного числа, процентное отношение одного числа к другому и наоборот. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин